Хвататься за орудия труда, его любопытство к солнцу и звездам сделали его сверхживотным, сверхсуществом, ужасным божеством, демиургом и демоном, ищущим своего собственного бога. Однако человек, самое могущественное из существ и самое разумное из созданий, не вышел за рамки своей биологии. Он остался животным, бедным маленьким животным, так же боящимся мира, как и любой другой живой организм, так же слепо ведомый врожденными вожделениями и инстинктами, так же полностью преданной жизни, как и все, что у него есть, и единственное, что он действительно может передать дальше. Распространение и увековечивание жизни почти никогда не предавалось критике или сомнению на протяжении всей истории. Очень редко кто-либо задумывался над тем, что жить и создавать новую жизнь может быть не самой лучшей идеей. Еще реже кто-либо осмеливался поднимать эту тему, а еще реже кто-либо мог услышать такого человека, вникнуть в его слова и запомнить. Однако, эти времена позади. Антинатализм более не является неактуальной точкой зрения, а уж тем более каким-то абстрактным мысленным экспериментом. Да все, что угодно является абстрактным мысленным экспериментом, поэтому как-то... Как-то, в общем, ну, не важно. Любая этика, она скорее прескриптивна. Вот просто нам так кажется, что лучше, например, чтобы никто не рождался. Давайте, в общем, за нерождение, за Child Free топить. Это не означает, что быть антинаталистом не стоит того. Наоборот, еще как стоит. Никому еще не удавалось убедить меня, что у антинатализма есть шанс когда-нибудь заполучить известность, что довольно печально, ведь если бы я когда-нибудь повстречал такого антинаталиста, то стал бы одним из них гораздо раньше. Но не отходя от темы, хочу сказать, что мне приходилось убеждать самого себя в действенности и перспективности антинатализма, поскольку я придерживался этой идеи ранее. На данный момент я считаю, что продвижение и огласка антинатализма не... Элизабет отстает от нас, что ли, на много-много времени? ...помненно стоящее решение. Такое же стоящее, как и продвижение других идей, сосредоточенных на страданиях диких животных, сельскохозяйственных животных, людей, а также на рисках будущих невероятных страданий. Рождение на свет новой жизни это универсальная проблема, которая в дальнейшем ведет ко всем остальным. Иногда лишь пара примеров могут быть достаточными, чтобы направить несколько индивидуумов в сторону антинаталистической мысли. Некоторым же вовсе требуется полностью разобрать свое прежнее мировоззрение, чтобы лишь рассмотреть такую идею. Что касается меня, то предыдущие периоды экзистенциального пессимизма позволили мне... Ну, антинатализм, да, он достаточно популярный, по крайней мере, многие люди, может быть, и не зная бенотара, интуитивно придерживаются чего-то похожего, ну, или очень сильно к нему стремятся. Вообще, в принципе, child-free, child-free и антинатализм, они друг к другу... Ну, нередко друг с другом коррелируют. И распространение идей child-free, непринятия детей как таковых, там, еще много чего, они друг друга взаимно, в общем-то, продвигают, хотя направления отчасти разные, иногда даже не совпадающие. Не всякие child-free антинаталисты, не всякие антинат... Ну, всякие антинаталисты child-free. Ну, типа того, не подлогов, да, что-то типа того. То есть, действительно, в облегченном виде, ну, и в радикальную версию поверить значительно труднее, более того, аргументировать ее значительно труднее. ...праведливость. Список тех зверств, через которые прошло человечество, невероятно велик. Он окрафлен кровью и слезами тех, кто тщетно пытался спастись от неминуемой и жестокой смерти. Во имя того, чтобы жить и не испытывать мучений из-за неудовлетворения базовых потребностей своего организма, людям приходилось преодолевать страшные невзгоды. Звериный голод, холод, болезни, старости и медленная смерть, войны и грабежи всегда были верными спутниками человечества на протяжении всей истории. Целыми столетиями поколения сменяли друг друга, чтобы в конечном итоге умереть от острых когтей хищников или чтобы слечить тяжелые болезни. Полчища варваров совершали набеги на города, сжигали деревни, насиловали женщин и забирали все нажитое себе. В ответ на это другие войска резали варваров. И чё? Ну да. Это было весело. И сказал Бог, это было хорошо. Ха-ха-ха-ха-ха. Многие люди от этого удовольствия получали. Ну, прошу прощения. Я понимаю, что для антинаталиста это ужасно, но не все в этой ситуации страдали, а некоторым даже нравилось. Например, тем, кто насиловал. Например, мы не одобряем, конечно. Тут еще у антинатализма есть довольно яркая черта, которая свойственна многим современным мировоззрениям. Кстати, включая христианство, это виктимность. В том числе политическим мировоззрением. Ну, например, праваки и леваки, все хотят видеть себя жертвами. Основа многих мировоззрений, христианства в том числе и антинатализма, это тотальная виктимность. Мы все оказываемся в ситуации жертвы. Жертвы любой абстрактной какой-то вещи. Там леваки говорят, что их там презирают леваки, белые мужчины там, все вот это вот их унижают. В привилегии у всех у них. А праваки наоборот говорят, что праваков унижают, праваков запрещают, праваков ненавидят, праваков, в общем, убивают. Христиане говорят, вот христиан тоже вот принижают, затаптывают в грязь. А вы помните, вы видите, а вы знаете, что сейчас на Донбассе христиан унижают там наших, там русских христиан. Ужас какой. и все в таком духе то есть мировоззрение построены на понятие тотальной виктимности я вообще не вижу проблем в действиях людей убрать гуманизм дешманский вечно пишет да это тоже мировоззренческая оценочная штука и во многом она ведет свою оценку через гуманизм и соответственно такую своеобразную виктимность джон дой пишет шадов ты тоже такой же ты говоришь как тебя сайентисты затаптывают когда я блять говорю я говорю что я сайтистов затаптываю в грязь я говорю что они пытаются меня цензурировать но хуй им блять этим грёбаным сайтистам я их нахую вертел моя аргументация лучше чем их моя центристская методология победит любого сайтиста ребят как бы вот что я говорю смысле у меня не вективная философия у меня супер боевая философия я сражаюсь со всем миром со вселенной блять я моя философия бойца м м а короче вы что как-то так короче как-то так очень вективная философия она довольно ну я не знаю просто не очень хорошо к такой философии отношусь вективность я не люблю то есть было бы круто если бы антинатализм лишился проклятой эффективности по большей части потому что это такое знаете требует ну это такой критерий который нас ведет к некой как бы как бы это сказать популизм короче это популизм своеобразный вот это действительно обыкновенный популизм типа сделать себя жертвой сделать себя там не знаю страдающим сделать себя не ничтожным но борющимся в этом ничтожестве старающимся победить более сильную мощь силу при том что этим приемом пользуются направления которые реально доминируют вот во заебись джон доя клёвый антинатализм оригинальный да не быдлогоп возможно и так просто здесь действительно имеется очень высокий аспект вективности мне это не очень нравится не люблю вективность скидывали их командиры со скал и забирали в рабство женщин и детей целые народы убивали друг друга делая это без капли сомнения или пощады нам уже никак не помочь всем прошлым жертв нельзя повернуть время спять и прийти к ним на помощь люди убитые гвоздями вонзенными в их черепа расстреляны скорее все убито было меньшинство людей из когда-либо живущих даже во время войн ну умерли все умерли все умерли все но даже и убита было не большинство скорее всего просто убивать большинство бессмысленно вам же нужны рабы и слуги какие-то деятели то есть к сожалению или к счастью до аргумент к тому что кого-то убивали но убивали убивали некоторых людей убивали до и до сих пор убивают с учетом что она сейчас законодательство что у нас сейчас многие много сложностей как бы в мире да все равно но эти сложности значительно меньше чем раньше и мы постепенно решаем тем более в современном мире данный аргумент звучит несколько слабее чем когда нибудь в древности когда реально могли убивать много-много людей в процентном соотношении но сейчас стало помягче на эскадронами смерти затоптанные копытами лошадей на поле битвы уже причины это что с ними было нам никак уже не исправиться распятые сборщики было и было они умерли и больше не чувствуют этой боли все конец за энд на и соскал отравлены из-за жрать дети пропавшие без вести туземцы умирающие от неизвестных болезней африканцы отданные в рабство всем этим несчастным жертвам уже никак не помочь отправленных ту шады и так скажу убивать людей это очень трудно долго и затратно именно проще починить но соответственно проще выгоднее и лучше их починить причем не факт что всякое рабство приведет к страданию страну то есть люди могли до этого быть рабами в своем обществе потом они просто будут рабами у другого повелителя на тех же самых условиях то есть людям буквально похуй их ситуация не изменилась трудовые лагеря тоталитар просто когда-то для кого-то уже просто выжить было относительно неплохо выжили молодцы молодцы повезло заебок не выжили не заебок ну тут-то мягкая душа ну то есть для того чтобы быть антинаталистом нужно иметь некую некую интеллигентность не интеллектуальность интеллигентность можно интеллектуальность но интеллигентность скорее прежде всего и мягкую душевную организацию с очень тонкой оценкой ситуации то есть не всякий может быть антинаталистом многие люди слишком грубые для антинатализма и это нормально в том числе отцу надо да правителями и заморенных голодом людей уже не спасти такие невообразимые уровни страдания реально одной лишь этой причины этой пугающей возможности испытать самые тяжелые мучения достаточно чтобы заявить что размножение аморально и что никакие моменты счастья ни за что не смогут скомпенсировать но морально и аморально похуй чё дальше вот прям во пойду и выебу щас тёлку и ребенка сделаю про просто так я аморален а мы гэнгстер я преступник я моральный человек смотрите на меня с презрением ребят я буду производить жизнь хоть прямо на стриме а вы будете смотреть на это как вы к этому относитесь я буду совершать аморальные поступки и что с того и что ты что дальше вот так вот самые глубокие уровни пыток и боли никакое наслаждение будущих поколений в котором нет нужды для тех кто не существует не стоит этого даже вечное счастье всех будущих поколений особенно когда альтернативы что-то посадит на алике на алиэкспресс что для них является просто не появляться на свет не стоит и одного ребенка плачущего и терзаемого в этой бездушной вселенной ужас плачущие терзаемые ужасно кому-то даже это покажется оправдан если приведет к райскому утопическому наслаждению людей будущего однако мы должны задаться вопрос действительно ли у нас есть повод считать что удовольствие присущие нам вообще реально разве все удовольствие и блага страдания реально но духовные стра душевные страдания вот вот не объективные да вот ладно ты чувствуешь боль это действительно более менее похоже на реальное страдание ну этого от этого очень трудно воздерживаться даже если вы там великий йог практик боль вы все равно скорее всего чувствуете вы может умеете с ней работать как-то по-хитрому но все же скорее всего это не так круто шагов циничный какой-то нормальный а до адаптируясь к миру так скажем они представляют из себя просто временное закрытие потребностей и нужд неужели они действительно стоит того просто потому что дают мимолетную свободу от потребностей в то время как несуществование представляет полную свободу от любых желаний и как он не ну блин проблема заключается прежде всего в том что несуществование вообще не понимаю почему антинаталистам бы самим например не сделать себе сипуку эвтаназию или что-то такое мы не одобряем кстати да мы не одобряем собственно призывы к суициду не одобряем призывы к суициду ну вот ты пришел гениальной мысли о том что существование это плохо ты можешь довольно легко и безболезненно лишить себя существования да это плохой аргумент против антинатализма но почему бы и нет почему ты пытаешься кто-то пытается навязать другим людям модель поведения которую мы мораль поведения которой они должны следовать это довольно странно это довольно в данном случае странно вот ну например да это морально цинично рождать там людей но может быть я так не считаю то есть а если да блин да стародум какой вы находите наталист у вас прекрасная замечательная жизнь у вас прекрасные девушки вы замечательный специалист умный хороший классный у вас отличная насыщенная жизнь с кучей развлечений игр там и много чего еще у вас дохуя денег более того у вас хорошая профессия замечательная который вы получаете вы тратите на игры настольные кучу денег и вы развлекаете себя и вам это нравится но жизнь так уж плоха что ли чтобы в общем то больше не рождаться но по моему по моему вы получаете удовольствие от жизни и конкретно вы стародум вы умеете получать удовольствие от жизни вот конкретно вы вот не подлогоп не знаю не было не подлогопа жизнь насколько он рассказывал не выглядит яркой сияющей потрясающей вот у стародума жизнь вообще заебись вот ему большой палец вверх шадов мега простой ответ на самом деле если ты не родился бога нет боли нет точнее чтобы умереть нужно испытывать боль почему берешь ложишься закрываешь глаза вкалываешь вещество которое без боли тебя убивает и автаназия произошла до свидания еще лучше врачей но и автаназию разводишь они тебя вообще усыпят и помогут все стародом вы как человек связанный с биологией может быть отчасти с медициной наверно понимаете что это не обязательно есть формы автаназии которые безболезненны ну разве нет это тяжело морально да я понимаю ну чисто более не будет и будет не существование но почему-то вам тяжело морально лишить себя жизни может быть потому что вы оцените потому что все живущие люди ценят жизнь им наверное не объективно больно будет а субъективно больно то есть у них есть привязанный к жизни интересно интересный парадокс внутри антинатализма дома вот его сейчас нащупали удивительный парадокс внутри потому что в принципе мы можем взять и вести себя обезболивающее и сдохнуть не одобряем самоубийство кстати можем это сделать да можно усыпить себя можно в колоте попросить врачей вколоть себе автанайзер какой-нибудь прекрасные безболезненно уйти из этой жизни но покончить с собой кишка тонка не потому что мы испытаем боли страдания потому что она морально тяжело это сделать почему-то это реально парадокс это действительно продукт потому что убивая себя следуя нашим убеждениям мы не одобряем убивать себя если что еще раз но будучи антинаталистом следуя своим убеждениям то есть лишая себя бытия а лишиться бытия это прекрасно лучше его вообще никогда не иметь джон доя пишет то что я боюсь смерти не означает что я ценю жизнь почему что и почему же джон доя почему же не означает почему вы боитесь смерти зачем вы его боитесь переборите себя переборите себя короче и обратитесь к врачу обратитесь к доктору джон доя который вам поможет вот вы скажите да я антинаталист да мне как бы я не менее нужно существование я оставлю свое великое письмо потомкам о том что антинатализм это прекрасная концепция попрошу своих друзей и распространять и описывать везде а сам сделаю великую автаназию не одобряю кстати не одобряю автаназию но можно и сделать вот джон доя просто закрываете глазки ложитесь спать и все больше не просыпаетесь не одобряем это кстати абсолютно безболезненно отправляетесь в небытие как же как же ваше убийство как же ваше самоубийство увеличит страдания в мире думаете крыка как будто нахуй нужны я шучу ладно вы нужны я буду страдать джон доя но я переборю себя честно говоря у меня много людей в жизни друзей умерло и я в принципе готов к тому что умрет еще один замечательный хороший человек то есть в принципе все страдания которые вы вызовете будут скорее субъективными чем объективными и с ними можно будет побороться соответственно то есть цунады даже наверное будет немножко плакать а потом уйдет к генетическому детерминисту будете жить с ним долго и счастливо мы не одобряем самоубийство никого не не сподвигаем на самоубийство просто я показываю что вы скорее цените жизнь чем нет вам скорее жизнь нужна чем нет не заиндар так уже перестал мне донатить нерожденные люди не могут испытывать сожаление или досаду из-за того что не могут пребывать в этом мире сама дорога к райскому наслаждению вымощены жертвами глубокими разочарованиями и нас отделяет от него океан неисполненных желаний которые сначала нужно создать сперва нам нужно вытащить кого-нибудь из пустоты а потом заставить его гоняться за морковкой на удочке сколько несчастных существ были брошены в этот холодный и жестокий мир многим будущим пока все еще понимаете сам факт того что у человека вызывает некий страх и некие страдания самомысля самоубийстве смерти показывает отчасти что имеется некий парадокс некая привязанность к жизни некая ценность жизни то есть у человека есть зачем жить есть для чего жить то есть ну как для чего то есть его концепция не соответствует его практике жизни к сожалению это тяжело на самом деле на самом деле некий парадокс небольшой такой даже странный парадокс потому что ладно для какой-нибудь там антинаталистической теории во времена шопенгауэра аргументировать к тому что боль смерть самоубийство принесет вам страдания это более-менее неплохо я живу не для чего-то я живу потому что я не умер да но вы можете легко прекратить свое бытие вы против бытия вы против существования вам существование приносит боль неизгладимую каждую секунду вашей жизни у вас более вас все все время боли каждая из вы каждое мгновение все боль всегда боль каждый раз боль в общем то почему бы не исправить эту ситуацию не одобряем не хотели бы не хотел бы я чтобы кто-то исправлял ситуацию но но как бы это было бы вполне последовательно действительно было последовательно джон дай пишет я против рождения я не против существования но вы против того чтобы возможные люди начинали существовать стародом пишет я живу потому что мне интересно как только станет скучно перестану но вот у вас видите стародом открылось что вы на самом деле не радикальный антинаталиста вы умеренный антинаталиста возможно но дмитрий я бы не сказал что один процент мучеников было много людей мучились но пока у вас есть возможность не мучиться если вы вполне уверены что ваши дети по крайней мере будут получать какую-нибудь среднюю заработную плату и смогут найти себя в жизни творчеством там заниматься еще чем-нибудь или хотя бы у них шанс будет все это делать но почему бы им не родиться например почему бы и нет войн от коленям придется проливать свой пот и крот ничего не получаю взамен а счастливчики получат то чего никто из них не хотел не желал и не нуждался в своем прежнем безмятежным не да я хочу смерти моим детям джон даю все верно я хочу смерти моим детям что еще более того я бы их съел бы еще после смерти все закрыли тему хорошо я доволен меня это устраивает я произведу как можно больше блять детей чтобы с ей чтобы они умерли хорошо джон да и все забили победа победа ваша или не моя ильча победа по не имея никаких проблем я так и знал да все блять знали что я людоед убийца и вообще и вообще очень злой и плохой человек вообще никаких проблем не не вижу в этом но урут и умрут короче ну да может быть даже раньше меня вообще 0 проблем у меня пока нет детей бытии однако вопрос существования и построение утопического мира гораздо сложнее чем может показаться на первый взгляд и есть довольно убедительная то есть но умрут еще ну я знаю что они умрут здравствуйте вы меня не ошарашили действительно это не очень ошарашивающая новость что наши дети умрут и я умру и все умрут возможно может и не все хрен его знает но наверное умрут многие документы но значит и фашисты не против если миллионы погибнут но не только фашисты не против если миллионы погибнут почти все люди не против если миллионы погибнут понимаете в чем дело то есть тут какой-то такой парадокс только у некоторых людей и смерти вообще сам факт того что мы умрем вызывает какие-то проблемы то есть смотрите да именно потому что мы умрем именно потому что мы умрем По причине того, что мы не умрем, мы не должны рождаться, лучше бы мы не рождались Шадо в байте, 20 рублей, я бы совершил РКН, но есть страх перед неизвестностью И перед предсмертной агонией, болью и вот и все Не одобряем, не одобряем РКН, если что, на всякий случай, да Неизвестностью, то есть вы боитесь, что вы не в ничто уйдете Но если вы уйдете в ничто, у вас будет просто последующее существование И основной ваш антинатолистический страх смерти, он просто бессмысленный был изначально То есть если после смерти что-то есть, перерождение, даже ад какой-нибудь Ну вы будете там некое существование делать Да, будете страдать, но наверное будет терпимое страдание, чтобы дальше продолжать существовать Подумаешь, бывает С другой стороны, если вы будете использовать определенные лекарства В рамках определенной системы ценностей, в рамках определенной медицинской системы Которая, в принципе, все, наверное, предсказывает То у вас, скорее всего, не будет никакой предсмертной агонии, боли и вот и все То есть вы решили сразу две проблемы И ввиду этого, ну, что-то у нас большая, 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 несостоятельная, в общем-то, ситуация получается Когда, в принципе, антинатолизм мы можем просто взять и обойти Ну, то есть основная проблема, как я понимаю, это смерть Если бы живые существа не умирали, а просто бы страдали, забывали бы о страданиях и продолжали бы существовать нормально Проблемы бы основной не было Ну, как я понимаю Само по себе страдание в рамках бессмертия, оно, наверное, было бы... Она постепенно уходила нахер, короче Ввиду того, что адское страдание, из которого нельзя никак выбраться Это вообще-то куда страшнее, чем жизнь на земле, пишет Джон Дуэ Схуяли Ну, смотря какое, какая степень страдания Там не всякое страдание абсолютно Блин, Шадов, меня не было один месяц, почему ты выглядишь как традиционалист Потому что я не бреюсь Я скоро побреюсь, Айксбэк, скоро все изменится, не бойтесь Да и более того, мы адаптируемся к разным ситуациям, к разной степени страдания Ввиду этого Джон Дуэ Адаптировавшись к тому или иному страданию Вы станете, ну, непобедимым в рамках этого страдания Ну, будут ваши яйца кипятить в котле с кипятком Ну, со временем для вас это будет то же самое, что выпить горячий чаек Утром Да! Яйца кипят в котле Яйца уже закипели, они уже в кровь растворились И уже расплавились по всему котлу огненному, адскому Но при этом вы ощущаете, что все похуй Вы уже эту хуйню чувствуете тысячу лет И вы такой, ну да, нормас Следующие тысячу лет вы просто будете продолжать варить свои яйца в котле Они будут растворяться в кровь И вы такой, ну ладно, нормально Буду жить, мыслить и наслаждаться своим существованием В смысле, что-то я не помню, чтобы в христианском аду подразумевается возможность адаптироваться к страданиям Но вообще-то вы адаптируетесь Вы адаптируетесь Вот так вот Ну вы просто по-человечески адаптируетесь В пользу реализации данной идеи в некоторых формах Тем более соблюдая при этом необходимость Насхуяли в аду сделать так, что я не привыкнул, лол С чего бы Уменьшение страданий должно стоять на первом плане И есть вероятность, что некоторым людям придется родиться на свет во имя этой цели И чем меньше, тем лучше Однако факт в том, что почти никто из ныне существующих детей Что мы все адаптируемся Мы все адаптируемся Понимаете? Мы всегда адаптируемся И внесут в будущем свой вклад в улучшение и преобразование этого мира Большинство из них будут среднестатистическими людьми Которые ходят на свои ненавистные работы Вместо того, чтобы посвятить себя более высшим целям И вся их энергия будет растрачена на воспитание будущего поколения людей Людей, которые никогда не нуждались в своем существовании И которые были брошены в этот жестокий мир В смысле? В смысле отключено будет? Чего вы взяли? Сейчас возьмем Библию Там вообще про нихуя по большей части не написано Поэтому мы даже не узнаем Отрубится ли функция адаптации или нет Но даже если бы было написано Там бы про адаптацию ничего не говорили Шадов Ты физические возможности нашего тела переносишь на возможности духа Или что там будет в аду Да Я про физические отношения нашего тела Про то, как душа относится к тому, что мы в мире делаем То есть наша душа в мире адаптируется Все? Поняли, блять? Наверное, она и в аду адаптируется Нигде не сказано, что мы будем каким-то образом Да, кстати, мы уже в аду Напоминаю цитату великих православных деятелей Какой смысл в вечном наказании, если оно перестает работать? В смысле перестает, оно работает Вы не в раю, могло быть и лучше Но вы находитесь, да, в некотором более плохом состоянии просто И вы можете к нему привыкнуть Вот это ад, ребят, на картинке сейчас Это один из адов Они будут страдать и приносить страдания другим И посреди всей тягости и серости повседневной жизни Кстати, довольно забавно, когда люди, которые базируются на атеистическом антинатализме Антинатализм скорее атеистический Непосредственно тяготят себя мыслью о том Что, а вдруг все-таки Бог есть? А вдруг все-таки ад и рай существуют? Или будут существовать? А вдруг все-таки я буду вечно мучиться? Вдруг, а вдруг, а вдруг, да? То есть у вас все мировоззрение построено на антихристианщине Но ад и рай вы все равно допускаете То есть вы, с одной стороны, рассказываете нам картину возникновения мира по теории эволюции Где куча страданий, смертей и убийств С одной стороны А с другой стороны У вас вызываются... Ну, вы реально скептики, что ли, какие-то? Около скептики? Потому что в особей позиции, как возможные, оцениваются для вас Такие агностики, так скажем На всякий случай мы скажем, что вот если у нас, в общем-то, эволюция Плохо, ничто, страшно, уходи А если Бог есть, то еще страшнее, тоже уходи Тогда и самоубиться даже нельзя Так всемогущий Бог не придумал никому наказание, неблагов В этом проблема Вы сами придумываете себе наказание, отдаляясь от Бога в рамках христианства То есть страдания, зло и боль Это просто степень отдаленности вас от Господа Бога Понимаете, в чем дело? Это не Бог Бог ничего вам не придумывал, соответственно Бог не придумал, что вы там в аду будете яйца в котле жарить А как же плодитесь и размножайтесь, Джон? Гностические учения – это не христианские учения А как же плодитесь и размножайтесь из христианской Библии? Дать немного удовлетворений и радости Но так ли на самом деле ужасна эта повседневная жизнь для большинства из нас? Неужели этих отрывков исполненных желаний, удовольствия и повседневного удовлетворения недостаточно? Неужели немного неудобства и риска не стоят прекрасного приключения в безумном и восхитительном мире? Разве большинство людей отказались бы от жизни только потому, что с кем-то может... Ну, я бы не отказался, у меня очень классная жизнь Они верили в Христа, мало ли кто верил, блядь, в Христа, Джон Дой, лол Да, я понимаю, Цунады, я просто решил создать мем про яйца в котле Я просто представил, как человек, как человек... Вот представьте, что вот эта штука, это котел Ручки, да? Что ручки вот этой штуки, это котел И человек вот так вот, блядь, лежит И у него яйца вот в котле вот так вот Он такой... Вот так вот делает Я вот это вот представил, понимаете, Цунады? Вот про какие яйца в котле я говорю Мне кажется, это было прикольно Это очень мемная штука По-моему, классно, блядь Понимаете, в чём дело? Вот, а вы тут про какие яйца в котле? Ну, допустим, я антинаталист и верю в Бога Но это странно уже сразу Ну, смотря в какого Бога, может быть Да, может быть, в гностик вообще Но хочу, чтобы после смерти меня поместили в небытие, а не в рай или ад Никакой жизни после смерти я хочу быть нигде Ну, бывает Почему? Почему вы хотите быть нигде? Ну, ладно, допустим, у вас такой заход Вы хотите быть нигде Но в случае самоубийства вы ничего не теряете Ну, то есть Не одобряем самоубийство и не байтим вас на самоубийство Ну вот Не важно, что произойдёт в будущем Вы попадёте в ад или в рай В ад или в рай Да, не важно куда Да, да Вообще похуй И при этом всём И при этом всём Вы можете делать всё, что, в общем-то Я не знаю Ну, то есть вы ничего не измените, короче Самоубийство и не самоубийство Вы немножко, может быть, ухудшите свою ситуацию По отношению к Богу в ад или в рай Но Да вы же вроде и так, наверное, не живёте В жизни благочестивого христианина И Не ходите в церковь, наверное, ещё сверху к этому Наверное И благо ещё чего Наверное Могу предположить То есть В целом То есть В целом Ваше самоубийство Ну, мало что изменит Немножко изменит ситуацию То есть, скорее всего, если есть ад или рай Вы всё равно попадёте в ад И Самоубийство не сильно на это повлияет В негативную сторону И, наверное, это будет не самый ужасный ад Ну, как-то так То есть, здесь всё довольно неоднозначно и сложно Я соглашусь Во-первых, потому что вы, антинаталисте, верите в Бога Что Странно Что, по крайней мере, не христианская религия, скорее всего Ну, кто знает Может, у Бога есть такая функция Может, он вам поможет Всякое бывает Может, Бог вам скажет Хорошо, братан Оооо, надо роман написать Всё, я знаю 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 У меня будет одно из произведений И одна из постановок про это как раз Спасибо Вы мне как раз Придумали интересную концепцию Для одного из моих мини-романов Будет называться антинаталист Антинаталист В аду Антинаталист в аду И фишка будет заключаться в том Что, в общем-то Люди воскресли После второго пришествия Люди воскресли после второго пришествия И антинаталист отправляется просить Бога Чтобы тот даровал ему небытие Круто Чтобы тот даровал ему Круто Интересная идея, кстати Серьезно Я бы Я бы Про это, в общем-то Тоже написал бы Сами по себе Они делают это Потому что существуют потребности в них Нам нужны красота Любовь и смысл У нас есть стремление Радов, ты физические возможности нашего тела Переносишь на возможности духа Или что там будет в аду Да Радов, ты физические возможности Выживать И повторять этот цикл любой ценой Потому что это все Что у нас есть Единственное Что мы способны иметь Мы в ловушке жизни Да, пропустил данный Прошу прощения Первый антинаталист на Руси Туплю Бараш Смысл жизни Это все, что мы знаем И способны знать Это наш собственный маленький мирок Который можно преобразить И украсить до определенного уровня Даже несмотря на то Что мы заперты в своих телах И социальных системах Которые дают столько свободы Что с точки зрения наших мечтаний Это считалось бы Абсолютной дикостью И бесчеловечностью Неужели у нас есть что-то Помимо этого Этому миру Удается быть одновременно Ужасным И прекрасным Ну, допустим Испытывать чувство удовлетворения И радости Действительно прекрасно Но прекрасно Они только потому Что они восполняют Уже существующий дефицит Они заполняют пространство Неудовлетворенных потребностей Тут опять же, кстати Я замечу Что эстетика антинатализма Она отталкивается От пессимизма Тоже Шопенгауровского Или какого-нибудь подобного Это очень пессимистическое Мировоззрение Прежде всего Что Ну, крайне оценочно Тоже Да Разница между пессимизмом И оптимизмом Просто в расстановке Акцентов В данном Сочи Кто-то к чему-то Относится хорошо И кто-то к чему-то Относится автоматически плохо А, то есть Для кого-то Страдания первичные Перед радостью А для кого-то Радости первичные Перед страданием А на самом деле Хрен его знает Которые уже существуют И заложены в нас У тех, кто не был рожден Нет такой проблемы У них нет нужд Создание новых существ Означает вырвать их Из небытия И бросить в опасное И нелепое приключение Погони за желаниями Это не роман будет Это будет сценка В одном из романов То есть У нас Актоморфозы Еще будут писаться Впереди И я думаю В этом будет Ну Одна из сценок Таких Мини-историй Внутри актоморфоз По-моему Интересная затравка И потребностями Для их удовлетворения Чтобы получить Вознаграждение В виде мозговых наркотиков Которые делают Нас довольными жизнью И это не может Представлять из себя Выгоду Тому, кто Спокойно пребывает В небытии Тот, кто не существует Не испытывает Ну, невозможно Спокойно пребывать В небытии Потому что Там нет пребывания Как такового Ну, сваливается И сваливается Многие автоматически Их удовлетворяют И довольны Более того Большинство Их автоматически Удовлетворяют И довольны Я, кстати Действительно думаю Что Антинатализм Как Общемировая Программа Нравственности Он Крайне Непродуктивен Будет То есть Скорее То общество В котором правит Антинатализм Ну, оно уничтожится Пока-пока И все От него ничего Не останется Скорее всего Общество самоуничтожится В котором победит Антинатализм А то общество В котором не победит Будет плодиться Размножаться И занимать территории То есть Антинатализм В эволюционной игре Он скорее Будет В конечном итоге Посасывать Бибу К сожалению Антинатализм Может хорошо Развиваться В сообществе Некоторых Интеллектуалов В общем-то И так далее И так далее И так далее То есть Это Как бы Это как бы Как некое Индивидуальное направление Условно Да Я лично не хочу Чтобы дети Рождались Ну и я буду Типа пропагандировать Такие взгляды Но они вряд ли Заимеют успех А если Заимеют То в конечном итоге Появится Большая проблема У того общества Где это произойдет По крайней мере Потому что мы Просто чисто Технически Ну не сможем Сделать одновременно Так чтобы Вся жизнь Была уничтожена Да Чтобы все народы Сразу же Отказались от жизни То есть Мы можем постепенно Пропагандировать взгляды На той или иной территории Но на этой территории Если антинатализм победит То там станет Меньше рождаемость Станет меньше людей И следовательно Эту территорию Смогут занять другие Ты сейчас Брайан Томасика Цитируешь Неосознанно Я не знаю Кто это такой Даже Но это очень Напрашивающийся Аргумент Против антинатализма Как Знаете Это как у Ленина Или у Сталина Или у Совков Короче Коммунизм во всем мире Вот это Не в отдельно взятой стране То же самое С антинатализмом У антинатализма Четко имеется Большая проблема Как у учения Не для отдельно взятого региона И не отдельно взятой страны Да Антинатализма В отдельно взятой стране Недостаточно Но он не может появиться В мире Мировая антинаталистическая Революция С ней очень трудно Просто будет Невероятно трудно Я себе даже не представляю Как такое организовать Поэтому скорее всего Антинатализм будет В отдельно взятой стране Но в отличие от коммунизма Коммунизм как прогрессивное Продвигающееся Агрессивное даже Не просто прогрессивное Агрессивное мировоззрение Которое может выживать Может сражаться Может давать отпор Антинатализм Не может давать отпор Один из главных его принципов Нерождаемость То есть по хорошему Что должны сделать Антинаталисты Чтобы победить Что должны сделать Антинаталисты Чтобы победить Они должны Нахуй насрать На все свои принципы Понимаете в чем дело То есть Они должны создать Сильную Мощную цивилизацию Которая захватит Весь мир То есть она должна плодиться, размножаться, научные открытия, много там всего, практически открытия, всякая хуйня, куча всякого оружия и всего-всего-всего. Готовы уничтожать весь мир, уничтожаем каким-то образом, завоевываем, подчиняем, навязываем взгляды антинатализма. Но это все противоречит основным посылкам антинатализма, по крайней мере бенатаровского, как минимум. То есть бенатаровский антинатализм невозможен, возможен агрессивный антинатализм, который, как и коммунизм, строит сначала обоссанный социализм вместо того, чтобы капитализм пройти, а просто строит обоссанный социализм сразу и превращает мир в огромную мясорубку и страданий, приносит всем боль, всех мочит вокруг, делает всем ужасно, отвратительно и очень неприятно. И в конце просто никто не рождается уже тогда, когда антинатализм победит, антинаталистическое государство, страна, сверхгосударство. Ну, такой исход представить себе просто довольно трудно. Ввиду того, что как раз антинатализм максимально нравственен и максимально искренен обычно. К сожалению, к большому сожалению для антинаталистов, искренний антинатализм не победит. Не искренний будет противоречить всем принципам антинатализма и тем более его высокой степенью моральности. Да, именно бенатар слишком мягкотелый, он дает людям права на выбор, в то время как антинатализм должен быть навязан силой, пишет Джон Дуэй. Да, но это противоречит тому же Бенатару и много кому еще. Увлетворять до того момента, пока смерть не заберет его обратно к небытие, либо же прямиком в ад, как в случае с религией. И даже мирному уходу будет предшествовать старость, болезни, предсмертная агония или несчастный случай. Я никоим образом не считаю такой сценарий достойным реализации. Даже если бы у нас была уверенность, которой у нас нет и быть не может, уверенность в том, что создаваемый ребенок будет самым счастливым существом на свете, то все равно не было бы причин создавать его для его же блага. Даже если бы для такого существа было только вечное блаженство и никаких страданий или неисполненных желаний, выбор между существованием и небытием был бы безразличен. Но в реальности же такой возможности нет. Безразличен и безразличен. Так что можно возникнуть, а можно не возникнуть. Более того, я вам даже так скажу. Для большинства людей и вообще для всего выбор между бытием и небытием изначально тоже безразличен. Даже если эти существа не будут проводить свое время в бесконечных безостановочных радостях и удовольствиях. То есть, потому что выбора не происходит, его не может быть. Его просто нет. Нет, антинаталисты ставят нас в парадоксальную ситуацию, когда они пытаются сказать, что у нас не было выбора при рождении. Да, у нас не было выбора при рождении. Это правда. И что? У нас и не могло его быть. Вы создаете невозможную ситуацию, как будто бы он мог быть бы. Нет, его не могло быть. Так получилось. Ну, бывает. Может быть. Каждая жизнь содержит страдания и потребности. Ни одна жизнь не стоит того, чтобы ее создавать для ее же собственного существования. Также не стоит забывать о всевозможных рисках. Ребенок может появиться на свет с отклонениями, которые... Может и может. ...превратят его жизнь в мучения. Он может попасть в плохую компанию, в угнетающую систему, страдать от депрессии, панических атак и других психических заболеваний. В конечном счете, нельзя назвать среднестатистическую жизнь нейтральной. Каждый наш поступок оказывает влияние. Каждый наш шаг имеет значение. Каждая мысль имеет крошечный шанс превратить всю эту жизнь в кошмар. Как часто люди думают о том, как прожить свою жизнь этично? Сколько людей действительно чувствует необходимость делать что-то для мира? Ежедневные рутинные обязанности уже вызывают столько стресса и отнимают столько энергии, что ее использование для обдумывания этических решений находится далеко в списке приоритетов. Большинство людей не задумываются о последствиях своих действий. И это естественно для нас, что мы заботимся в основном о себе. Нам хватает проблем и забот повседневной жизни. Боже мой, люди заботятся о себе. Давайте умрем. Жить в соответствии с этикой – это действительно тяжелый труд, отказ от которого обычно прост и легок, до тех пор, пока мы не причиняем прямых страданий другим. Если мы смотрим на мир только через призму одной из многих более удобных этических систем, которые снимают с нас почти всю ответственность, то жизнь становится проще. И нам не нужно беспокоиться о причинении вреда, потому что другие существа страдают где-то далеко от нас, либо загнаны в угол, либо заперты в тесных клетках, оставляя нас наедине с чистой совестью. Сколько страданий каждый из нас может предотвратить? Сколько уменьшить? И сколько вообще страданий мы причиняем своим бездействиям? Разве мы можем быть довольны, что будущие поколения, как и мы, будут в основном молчать перед лицом кошмаров, которые происходят повсюду? Человеческая цивилизация сделала одну хорошую вещь. Она уничтожила огромную часть природы, наполненной... Человеческая цивилизация сделала отличную хорошую вещь и уничтожила большую часть природы. ...синтиентными существами, вызвав шестое массовое вымирание, ограничив мучения будущих животных, которые теперь никогда не родятся. Будущие животные, которые никогда не родятся, очень о них заботиться приходится. Человечество сделало это бессознательно и неэффективно, с сомнительными заслугами. Единственное, что сейчас может принести пользу, это осознание огромности уже существующих. Но если посмотреть с точки зрения теории эволюции, как же забавно, что появились люди, которые могут придерживаться подобных концепций. Пока другие виды борются за выживание и существование, очередь, ну вот все, последнее видео, еще и бараш немножко впереди, и все. Еще есть боевой континент на Гудгейме и караоке немножко. Как-то так. Представьте себе целый вид, ну не целый вид, некоторые представители вида, которые желают себе же смерти, пока остальные борются за выживание и существование любыми средствами. И у них это хорошо получается. Это ирония, это своеобразная ирония эволюционная, если так подумать. Страдания и попытка их предотвратить. Силы, способные сделать это, не находятся вне нашей досягаемости. Но, к сожалению, наши... Еще не досмотрели, ну и выходят. ...существование не обходится бесплатно. Всегда кто-то расплачивается своими длительными мучениями за наше мимолетное удовлетворение. Всегда ли? Ну, после боевого континента баеньки. Ну, если вы еще что-нибудь закажете, посмотрим. Вместо того, чтобы заниматься эффективным альтруизмом, большинство людей озабочены собственным благополучием. Нахер альтруизм, чувак. Альтруизм, говно. В этом мире... Ты что, христианин, что ли? ...есть только жертвы. Жертвы нашей бесчеловечности, врожденного стремления к недостижимой самореализации. Именно обычные люди, ведущие более или менее радостную жизнь, являются двигателями животноводческой индустрии, виновными за такое количество страданий, которое превышает все людские жизни. Все пытки и геноциды, которые переносило человечество, меркнут на фоне страданий, испытываемых миллиардами... Вечная воля, Никит, вечная воля. ...несчастных животных, которые мы содержим в ужасных условиях и которые терпят варварское отношение в свою сторону. Это обратная сторона медали. Поэтому возникает важный вопрос, который заключается в следующем. Есть ли у нас веские причины создавать больше людей и животных? Существуют ли ценности, оправдывающие создание нового разума? Оу-е-е-е-е-е-е-е... одна серия его ну типа с небольшой переплатой да получается как будто бы так и мы смотрим безработного евангелион почти сейчас безработный жить можно красиво и желаний неужели непредотвратимые потенциальные страдания какой кинчик мани мы смотрим элизабет виновниками которых мы являемся стоит того неужели почти бесконечные мучения и пытки которыми могут быть подвергнуты будущие поколения порабощенные деспотичными системами или не заведенные до роли подопытных кроликов стоит того является ли боль неотделимой от жизни а также отсутствие удовлетворения и бесконечный цикл желаний чем-то таким чему стоит подвергать новых существ единственная причина по которой это стоит делать так это предотвращение еще больших страданий и для таких целей могут понадобиться новые люди специально рожденные для этого такой сценарий совершенно несовместим с нашей биологической родительской программы и вероятно сработал бы только в абстрактных ситуациях однако мы обладаем огромной способностью минимизировать страдания фактически посвятив свою жизнь или хотя бы часть своей энергии ресурсов во имя этой благой цели нужны такие люди которых волнуют существующие и потенциальные мучения а не те кто намерен создавать новый по нелепым причинам и поводам в конце концов все придет конечной точке сколько существ должно быть рейтинг и пути к третью серию безработного смотрим еще раз скажу свою позицию по антинатализму несмотря на всю критику я в принципе уважаю данное направление у меня есть товарищ очень хороший хороший товарищ уважаемый которого который придерживается похожих позиций антинаталистических в общем в общем интересная штука очень интересная но к сожалению чисто вот так если посмотреть трудно представить как она будет развиваться дальше и какие у него потенциалы в развитии хотя не может быть а вторую не так давно успели и теперь зависит от человечества мы единственные существа у которых есть шанс остановить эту карусель безумия и в конец уничтожить урабороса поедающего самого себя урабороса нравится себя поедать урабороса к Продолжение следует...